Итак, это вторая порция йога-сутр. Сутры – это отдельные изречения, это отдельные положения, полученные путем того, что в русском языке называется откровением. Откровение приходит человеку, когда деятельность его мозга отличается от обычного бодрствования, что достигается либо спонтанно, был такой, так сказать, великий теоретик трансов, значит, создатель своего, так сказать, одноименного гипноза Эриксон, Милтон Эриксон. Он говорит, что трансовые состояния у нас возникают несколько раз в день спонтанно. Вот. Ну, те, кто практикуют йогу или другие похожие формы, просто йогой можно называть буквально все аналогичные действия, но можно это называть иначе, дзен там, допустим, или дзокчен. Вот. Суть от этого не поменяется. Итак, это достигается, значит, путем раскрытия содержания находящегося вне мозга, путем откровения, путем транса, путем экстаза. Вот. Кстати, Бог внутри, энтузиазм, да, то есть вот это вот такое состояние, когда через тебя Бог выражается, так древние грехи характеризовали поэтов. То есть не вдохновение просто, а вот именно энтузиазм. Это слово в советской действительности приобрело характер, так сказать, поведения одураченных людей, готовых бесплатно что-то делать, вот, не видя конечной цели и результата, а только воображая себе все это. Но в любом случае назовете вы это откровением, энтузиазмом, экстазом, трансом и так далее, значит, вы также можете оказаться в том же пространстве, что и Патанджали. Как говорится, спросить не книжку, а спросить того, кто эту книжку надиктовал. То есть Бога Шиву. И вот существенный момент, который я усмотрел при переводе Йога Сутр, я переводил санскрита самостоятельно. Вначале я думал, что мне потребуется какой-нибудь словарь, значит, и я стал его искать, и, значит, естественно, я нашел его в интернете, я стал переводить строчку за строчкой, слово за словом, значит, не жалея сил, поскольку очень хотелось добраться до сути. Потом мне попалась книжка, автором которой является Мишра, значит, он не йог, он относится к другой философско-религиозно-мистической школе, вот, но у него есть подробный дословный перевод всех Йога Сутр с толкованием, так сказать, в пользу своей концепции. Вот, они Шиву не признают, у них безличное начало, брахмани. Вот, но в любом случае, значит, у меня была возможность каждое слово, так сказать, понюхать, пощупать, проинтерпретировать. И вот, значит, я натолкнулся, значит, уже в первой главе на упоминание термина Ишвара Пранитхана. Мне, как человеку, знакомому с шаманскими состояниями, с шаманским экстазом, значит, с вот таким вот опытом, значит, понятно, что либо ты делаешь что-то сам, либо ты входишь в транс, и вот тобой, как бы, начинает что-то двигать. Вот, позднее я узнал от вполне серьезных людей, что и китайский цигун, вот такой, каким его показывают, вот со всеми этими замедленными движениями, со всеми этими неподвижными стояниями, как большим деревом или там столбом, значит, это тоже вот уже как бы как хатха-йога, то есть вот некая практика, которую тоже канонизировали. А в сущности, значит, движениями человека, который хочет наполнить свое тело энергией ци и распределить эту энергию, как йог распределяет ее по чакрам, а в цигуне это называется дантянь, а в японском дзен та же практика, значит, это только термин танден. И энергия не ци, а называется ки, но это просто один и тот же иероглиф, который читается просто по-разному. Вот, значит, гонять энергию по телу и где-то ее концентрировать, это вот как раз практика йоги, значит. И движение, значит, вот как бы от низа материального к духовному состоянию символизируется движением энергии из копчика до головного мозга, значит. Вот кундалини – это образ, такая метафора, значит, змея свернулась кольцом, значит, а когда она пробуждается, то она как кобра становится на хвост. Вот, то есть энергия кундалини движется вверх, и некоторые так понимают йогу, что они должны заниматься именно вот этим вот копчиком, позвоночником, вот этим вот ощущением холодка или жара, который пробирается вдоль спины. Вот, а по сути они, так сказать, сводят все опять-таки к физическому началу, а речь идет о другом, что человек достигает состояния вот этого самого состояния, так сказать, ради которого йога затевается, йоги или самадхи. Некоторые думают, что самадхи – это когда человек откоченелый такой стоит или лежит и признаков жизни не подает. Это не обязательно так. Значит, в самадхи можно жить и существовать, и, так сказать, сохраняться нетленным. Просто при этом у вас будет не насколько иная активность головного мозга, она будет как у спящего, а все остальное, значит, так сказать, как у бодрствующего. То есть человек, когда спит, он иногда видит сны, а иногда видит, так сказать, вещи и сны, то есть он проникает за физический и материальный слой и находится, так сказать, в слое духовности или там тонких энергий, пран и так далее. И вот йога, значит, допускает, что вы обретаете некого ишвару, и сам шива называется в русских переводах иногда господь, ну, это слово у нас употребляется в отношении христианского бога, поэтому некоторым оно как бы не по вкусу, не по нраву. Вот, а значит, и на санскрите это ишвара. Вот, а тут ишвара, значит, с маленькой буквы, хотя в этих сутрах, написанных на санскрите, там не только нет больших букв, но там вообще нет даже разделения между словами. Все так вот, знаете, Маркис, Габриэль Гарсия Маркис сравнивал санскрит с бельем, который повесили на веревку. Вот оно висит, так сказать, на эти разные концы свисают, и нет разделений между отдельными, не то что словами, там даже вот как бы между целыми абзацами разделения нет. Вот, поэтому, значит, толкование всех произведений на санскрите тоже нуждается, так сказать, в умении осмышлять вот эти особенности лингвистического кода под названием санскрит. Итак, ишвара Пранитхана может быть понято, как принятие руководства со стороны ишвары, наставления со стороны ишвары, вот в шаманистике, то есть неком знании о шаманах. Вот, шаманом может быть конкретной, так сказать, этнической принадлежности, там, сибирским, индейским, гавайским, значит, каким угодно. Вот я раскопал то, что есть и славянские шаманы. Вот, недавно умер автор произведения под названием «Тропой чародея», значит, по-белорусски «Тропой Валкалака», значит, Леонид Дайнека, значит, он знал, что вот это вот называется «мечетник». Вот, от слова «мечть», то есть состояние глубокого транса, состояние, так сказать, работы, активной работы правого полушария, которая связана с творчеством, с воображением, с поэзией, с музыкой, значит, в отличие от левого полушария, который там, и правой руки там, что связано с подсчетом, расчетом, сравнением вариантов, значит, мелкой рутинной работы, повседневностью и так далее. То есть вот это вот неравенство полушарий йогой устраняется. Можно находиться одновременно, так сказать, в полном контроле и при этом действительно находиться в состоянии экстаза. Вот, не как в анекдоте, он говорил, что это было в экстазе, я помню, что это было в сарае. Нет-нет, можно находиться и в сарае, и в экстазе, и неплохо себя чувствовать в качестве, так сказать, человека повседневного. Вот. Йога немыслимо без достижения сиддутых, то есть то, что называется сверхъестественными способностями, то есть обретение дара, там, исцеление, ясновидение и так далее, и так далее. Некоторые так и поняли, что йогой для этого и надо заниматься, чтобы потом этим успешно продавать, это продавать, торговать этим. Вот, в тексте йога-сутр говорится, что это как раз не то. Если достигаете божественных свойств, естественных способностей, мистических качеств, вот эти ситх, то не зазнавайтесь, не возвышайтесь, так сказать, проходите далее, потому что это вас отвлечет от конечной цели. А конечная цель – освобождение, то есть бессмертие, и проживание в состоянии бессмертия называется кайвалья. То же самое, только на, так сказать, другой терминологической основе называется нирвана в буддизме. То есть кайвалья и нирвана – это синонимы. Значит, это не обозначает выход из социума, можно жить посреди людей, оставаясь бессмертным, значит, просто физическое тело будет несколько переделано. Обычное тело называется тело еды, а тут будет тело света, алмазное тело, духовное тело. Об этом встречается упоминание даже у Циолковского, который называет его лучистым. Ну, а, как я говорил, мои, так сказать, послания будут ограничены во времени, чтобы было удобно их.